Вероятно, самым неординарным событием культурной жизни Петербурга на этой неделе стало прибытие в город на Неве Органа, работы по установке которого начинаются в концертном зале Мариинского театра. Решение о строительстве руководство театра приняло уже два года назад. За это время было подготовлено техническое задание и выбрана компания, которой доверили создание инструмента. Ею стала французская фирма Альфред Керн Эфис, основанная в 1953 году отцом ее нынешнего владельца Даниэля Керна при непосредственной поддержке и участии легендарного органиста и лауреата Нобелевской премии мира доктора Альберта Швейцера. Не случайно, что компания эта располагается в Страсбурге. Ее мастера в равной мере владеют секретами французской и немецкой органной школы, которые, как известно специалистам и любителям музыки, весьма и весьма различны. Петербургский органист, а теперь и органный мастер Мариинского театра Олег Кеняев не скрывает своего волнения, ведь в России более 100 лет не устанавливались французские инструменты. И вот с началом нового концертного сезона в зале Мариинского театра зазвучит органная музыка. Не только немецкая, но и французская. Я надеюсь, что это будет лучший инструмент в России. Орган – это не только самый дорогой и технически сложный инструмент, но орган – это, пожалуй, звуковой символ Западной Европы. Сейчас трудно представить концертный зал без этого замечательного инструмента, который не только является музыкальным инструментом, но также является и интерьерной доминантой. Орган, как я сказал, очень технически инженерно сложная конструкция. Его нельзя купить в магазине, где продаются музыкальные инструменты. Каждый орган уникален. Он специально создается для определенного помещения. То, что происходит сегодня – начало длительного и очень ответственного процесса. Если бы до конца точными, орган строили на протяжении года. Затем его разобрали, упаковали, доставили в Петербург и здесь начинают собирать заново. За эти два месяца надо будет собрать конструкцию, установить трубы, подключить сложнейшую электронику, вентиляторы, воздушные камеры и далее, собственно говоря, самая ответственная – интонировка труб. Это сложнейшее искусство, частично утраченное во многих странах Западной Европы. И лишь, пожалуй, во Франции остались еще потрясающие мастера, в том числе на органной фирме Керн, которые умеют сделать чудо, создать тот тембр, ту окраску звука, которая необходима для концертного зала. Предполагается, что первые концерты «Презентация органа» пройдут в концертном зале Мариинского театра 1 октября, в Международный день музыки.